Он, не поднимая головы, помогает людям забыться. Люди достаточно вспомнят, когда увидят, как он ходит по соседним улицам. Это будет плохо для дела. Так что мы собираемся делать, Сони? Мы позаботимся о нём, как о старом друге, и займём его не в городе, да? Мы говорили о расширении Сони, так? Сейчас в Айс-Сити дорого стоит. Колумбийцы и мексиканцы, чёрт. Даже эти купинские беженцы режут друг друга на кусочки. Но это всё наркота, Сони. Ни одна из семей не возьмётся за это тюрьмо. Времена меняются. Семьи не могут не обращать внимания, когда наши враги пожинают плоды. Так мы отправим кого-нибудь сделать грязную работу, а сами себе отрежем аж жирный кусочек, а? И кто там наш человек? Ген Розерберг, чёртов адвокат. Как он будет держать в узде Версетти? Он нам не нужен. Мы просто выпустим его в Айс-Сити. Мы дадим ему для начала немного денег, так? Дадим несколько месяцев. Затем нанеси ему визит, а ладно? Посмотри, как у него идут дела. Эй-эй, ребята! Я Кен Розерберг. Эй! Отлично! Я отвезу вас навстречу, ребята. Итак, я поговорил с поставщиками, и они сильно намерены начать деловые отношения. Если всё пройдёт хорошо, нам тоже будет очень хорошо. А это вы понимаете. Хорошо. Итак, ладно, они братья. Один занимается бизнесом, а второй – полётами. Надеюсь, вы меня хорошо понимаете. Вот и они на вертолёте. Итак, сделка состоится. Они хотят обменяться на открытом месте. Хорошо? Ладно, идём. Принёс? Сто процентный настоящий колумбиец, мой друг. Покажи. Зелёные? Десятки-двадцатки. Думаю, мы договорились, дружище. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вот всё. Давай, шпи быстрее! Я на одну секунду отвернулся и получил кучу дерьма в лицо. Поспим немного? Что ты собираешься делать? Завтра я буду у тебя в офисе, и мы начнём сортировать эту кучу. Завтра я буду у тебя в офисе, и мы начнём сортировать эту кучу, и мы начнём сортировать эту кучу, и мы начнём сортировать эту кучу. Намечинаем нашу программу сообщений из госдепартам... Субтитры сделал DimaTorzok Привет, Сони! Томми! Томми, давненько не виделись! Да? Я знаю, знаю, ты просто переполнен эмоциями. Пятнадцать лет! Как будто это было вчера. Думаю, что это перспективная вещь. Эй, работать на семью это не слишком сладно. Но семья разбирается сама, да? Итак, дело не вышло. Ты сидишь на белом золоте? Послушай, Сони, нас подставили. Это была ловушка. Гарри или погибли? Ты лучше не толкай фуфло, Томми. Скажи мне, что ты получил деньги. Нет, Сони, у меня нет денег. Это были мои деньги, Томми! Мои деньги! Ты лучше не играй со мной, Томми. Ты знаешь, я этого так не оставлю. Постой, Сони. Я лично заверяю, что верну тебе деньги и наркоту. И пришлю тебе головы тех, кто за этим стоит. Еще бы, ты не дурак. Томми, ну предупреждаю, я тоже не осел. Если бы это был кто-то другой, он бы был уже трупом. Но поскольку это ты, поскольку я знаю, что случилось, я позволю тебе разобраться. Сони, я же дал слово. Я с тобой свяжусь. И помни, что это в твоих же интересах вернуть мне мои деньги. Ты должен помнить об этом каждую секунду. Не волнуйся, Сони. Все будет окей, ты же меня знаешь. Продолжение следует... Иди и поспи немного. Он говорит, я всю ночь сидел в темноте на этом стуле и пил кофе. Это катастрофа. Нас ужасно обманули. Послушайте, эти гориллы собираются прийти сюда и оторвать мне голову. Это ведь смешно. Я не для этого учил законы. Так что, черт возьми, мы собираемся делать? Заткнись. Сядь, расслабься. Я тебе расскажу, что будем делать. Ты должен выяснить, кто забрал наш кокаин. А потом я убью их. Это хорошая идея. Это отличная идея. Мне надо подумать. Надо подумать. Ой, надо подумать. Это полковник... Привет, Сони. Томми. Томми, давненько не виделись. Да. Я знаю, знаю. Ты просто переполнен эмоциями. 15 лет. Как будто это было вчера. Думаю, что это перспективная вещь. Эй, работать на семью это не слишком сладно. Но семья разбирается сама, да? И так дело не вышло. Ты сидишь на белом золоте. Послушай, Сони, нас подставили. Это была ловушка. Гарри или погибли. Ты лучше не толкай фуфло, Томми. Скажи мне, что ты получил деньги. Нет, Сони, у меня нет денег. Это были мои деньги, Томми. Мои деньги. Ты лучше не играй со мной, Томми. Ты знаешь, я этого так не оставлю. Постой, Сони. Я лично заверяю, что верну тебе деньги и наркоту. И пришлю тебе головы тех, кто за этим стоит. Еще бы, ты не дурак. Томми, ну предупреждаю, я тоже не осел. Если бы это был кто-то другой, он был бы уже трупом. Но поскольку это ты, поскольку я знаю, что случилось, я позволю тебе разобраться. Сони, я же дал слово. Я с тобой свяжусь. И помни, что это в твоих же интересах вернуть мне мои деньги. Ты должен помнить об этом каждую секунду. Не волнуйся, Сони. Все будет окей, ты же меня знаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброй ночи. Я полагаю, что вы тут по поручению господина Розенберга. Надеюсь, что недавние проблемы не повлияли на его здоровье или на психическое здоровье. Господин... Версетти. У него только что началась агорафобия. Прекрасно, прекрасно. А вы? Я всего лишь хочу свой товар. Ах, тут совершенно неудачное стечение обстоятельств. Конечно, я сначала собственное расследование проведу, но на такое деликатное дело нужно время. Может, мы поговорим позже? А пока позвольте мне представить вас дочери. Мерседес, ты могла бы заняться нашим гостем, пока я вернусь к своим обязанностям? Займись, пожалуйста, нашим дорогим гостем. Конечно, папочка. Извините меня. Мерседес. Попробуй смириться с этим. Так или иначе, позволь мне показать самых выдающихся гостей. Это наш конгрессмен Алекс Шраб с восходящей силиконовой звездой Кэнди Сакс. А вы знакомы с моей любимой женой Лаурой? Ну, к сожалению, она в Алабаме. Это Кэнди. А вот это, звезда Мамбы, Вай Сити, великолепный Би Джей, всегда очаровашка. Я придержал его, а потом посадил в инвалидную коляску. Это хорошо. А теперь я присматриваюсь к первоклассной недвижимости. А тот, кто возле бассейна? Чесс Торрент, знаменитый певец из Love Fist. Могу спорить, вы знаете, как играет в пинг-понг в Таиланде. Я расскажу вам, они не пользуются ракетками, если вы меня понимаете. Импотент. И болтливое трио. Та спящая туша, правая рука папы, Гонсалес. А двое других, пастор Ричардс и кинорежиссер псевдоинтеллектуальных фильмов, Стив Скотт. Страсть с нимфоманами. Когда появляется гигантская акула, он откусывает их члены к чертовой матери. Вы никогда раньше не видели ничего подобного, правда? Полковник! Полковник! Ваши вечеринки всегда пользуются успехом. Ха-ха-ха-ха! Я могу только извиниться за поздний приход. Ах, Амиго! Как же тебя найти? Наш бизнес очень тяжелый. В воротах варвары. Пришло время чьих-то наградить друзей и ликвидировать чьих-то врагов. Кто тут крикун? Ну-ка отзовись! Рикардо Диос. Это господин Кока. Мерседес! О-о-о, я как раз собиралась отвезти в город своего друга, в другой раз, Рикардо. Рикардо, давай работать вместе. Давай уйдем отсюда. Действительно, возьмите меня в клуб. Ладно. Мой мужик и я нам предложили помочь, чтобы помочь нам теплым. Ты будешь работать на моего отца? Возможно. Ты и дальше будешь держать свою руку у меня на коленях? Возможно. Это так сложно иметь богатого и могущественного отца. Ладно, еще увидимся, красавчик.